Итак, всем привет, с вами Допгай, мы продолжаем играть в Кайзер Шизу за Николая Второго И осталось тут нам буквально немного Япония, Индия, Интернационал, ну и конечно же Канада с Аляской Вполне себе, может успеем все это сделать за одну серию, я на это и надеюсь Ну что ж, а если вы здесь, кстати говоря, впервые или не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем, поехали И так как здесь уже нету никаких флотов реальных, наш, я думаю, мой флот начинает просто трейдить А конвоев у Японии много, используется у нее огромное количество каких-то импортных ресурсов, у нее все топливо импортируется И, кстати говоря, у нее откуда-то есть резина в Японии, это хороший вопрос откуда Потому что в самой Японии я резины не вижу А, вот и все Короче говоря, где-то какой-то иностранный ресурс они где-то выкачивали, но больше не выкачивают Ну и выйти у нас тут все шикарно Без каких-то неожиданностей, в принципе, откуда им взяться Единственное, что я думаю стоит сделать, это отдать им побольше авиации, типа, не знаю Давайте вот накидаем им еще самолетиков Радуются, ребята Здесь же тоже у нас потихоньку идет в фронт, но медленно, потому что очень большие проблемы со снабжением здесь Просто здесь нет куда взяться буквально, сюда никакой нежды не идет, ничего Просто строить тут парты какие-то, наверное Вариантов, наверное, нету, ну и потихоньку пусть таких же японцев без снабжения какого-то Пускай здесь у нас готово, у нас здесь у меня по морю шло Из-за чего у нас немножко снабжения были приколы, но я думаю, мы так или иначе все равно справимся Немножко их распределим Реально, составляем проблем большие И шутки шутками, но нет Организации пошли, да и без авиации Давайте сейчас попробуем еще раз, только по-нормальному О, касающие солнца, смотрите-ка Они готовы замириться? Да, почему бы нет Я не против заставить их отдать нам территории И уже, я полагаю, Корею В прахе Японской империи Мир с империей, как стоящего солнца Отлично Японцы остались без флота, без ресурсов Без веры в император, я бы сказал, но поддержка войны у них все еще огромная, потому что это японцы И вот мы можем забрать ничего Почему? Кто это забирает, если не мы? Что угодно Нет, ну в смысле это Это очень странно А, и мы, значит, вот это, которые хотели нам это не передали, да? Ну тогда я сам все это заберу Потому что мы-то, мы-то собирались это взять Все, теперь это забрали мы Ну, верный договор, очевидно, должен включать то, что и было нашими требованиями изначально А теперь у нас тут в воздухе есть все Да Мы будем, так сказать, строимся снова А в этот раз с нормальной поддержкой воздуха И по нормальному флоту сейчас будем помогать тоже И, а, они все решили поехать сюда Ладно Я могу сказать Ну, в целом Как будто это тоже Работает? Работает? Да, работает Деогене Я вот сюда высаживался Очевидно, что у них здесь будет много дивидий Потому что это граница с тем, с кем они воюют А с другой стороны Очень удобно высаживаться так Ну Срезать сразу все Самые границы Чтобы потом никто не забрал Вступать на нашей оккупации сам Окей, смотрите-ка Они начали на рим наступать Одно время с этим Мы точно не должны отставать Ну Нашими танками сложно отставать А федерация Раджи замерилась вместе с Японией Вот эта часть неприятная Я хотел их как-то наказать Но Альянс распался Блин Ну не хватает Не хватает каких-то здесь еще договоренностей Ну Ладно, да пусть Что там остается? Интернационал и Канада? Давайте начнем с Пожалуй Аляски Будем, так сказать В вопросе к Аляски На Австроингрю Я не знаю Я бы хотел напасть Но Я наверное просто передам Все вот эти территории Потому что Ну камон Ну в каком мире Все, что Мы получим за То, что мы захватили Все Австроингрю Кроме вот этих самых гор Это вот эти Три стейта Которые еще и вот так вот Сделаны Ну типа Это шеркал Ну и вот она Вопрос о Аляске Попросите о мирной передаче Если они вдруг согласятся Будет невероятно Приятно, конечно Да? Действительно невероятно приятно Я могу сказать на эту тему Мы теперь можем Внезапно Совершить тузовой манер Прямо в сердце Канады Ребята Каждый день Такое может случиться Я думаю Стоит немножко поработать Вместе с Британским Союзом Чтобы доехать до Аляски Теперь смотрите Наши корабли Фактически могут Прямо сюда и Карлировать высадку В принципе Откуда мы можем поехать? Вот отсюда Где у нас тут Наши территории? Отсюда откуда-то Мы наверное поедем Ну и с Виталией покончено Конечно же Хотелось бы здесь побольше Но я чувствую Что нас задушит Оно итальянец А может и нет В общем не так плохо Мы смогли конечно Забрать Албанию и Румынию А здесь получился Вот такой вот у нас фронт Меня он устроит Кто-то в Ранглии скончался Это кстати Один из тех Которым мы хотя бы что-то знаем Так здесь конечно же создаем Марионеток Больше Румынию заберем конечно Бессарабио Мы все выделим Тоскана Тоже А ну блин Сейчас мы Разделяем Италию Это не самое лучшее Для нас Но что поделать А тут уже Сотября сразу В войне Они Не смогли мы Так сказать Воспользоваться элементом Неожиданности Но и Плевать Нам не сильно нужно Чтобы победить Вот так вот Получился здесь Приказик Я думаю Мы Из Изовых проблем Пойдем У кого-нибудь Право на стоянку Допустим Америки Здесь Получить Морское превосходство Я думаю Вообще Ноль проблем Должно быть Вон мы уже Северои корабли Находим Хоть и пока что Мы не хотим Попать в бои Поехал Все На запад Знаете У кого-то Здесь еще Проход На флот Типа вот Да Мериканская Республика Прекрасно Для этого Подойдет Я говорил Мы уже Начали здесь Работать Аляска В прыжке Вперед Во время Немножко Перенесли Аляску Но такое Бывает Такого Пошли Кошмарить Англосаксов Здесь Вот Уже Комбы Нет Реально Споем Находить Корабли Но К сожалению Вот Этот Флот Вот Именно Сюда Не Дотягивается И Стоит Поискать Причину Так Сказать Потому Смотрите Давайте Поищем Здесь У нас Радиус 5500 Здесь Разе 400 Еще Есть Эсминцы 4000 И В общем То Судя по всему Нам мешают Именно Эсминцы Да Здесь 4400 Здесь 4 Хотя Блин Это Нет Но Да Подожди 2000 Вот Она Наша Проблема Давайте Картельно Вот Она Наша Проблема Которую Мы Теперь Решили Осталось Только Нашему Флоту Утащенной Шарми Застищая Позиции Для Высадки Конечно Без охранения Очень опасно Так воевать Но Но Мы Все равно Их Просто Перемалываем Абсолютно Теперь Мы Довайпим Я думаю Здесь Все Где же Мы Можем Уже Спокойно Начать Наше Наступление Режисс К инди Вступает Вступить Московский Пакт Вот Это Правильное Развитие Событий Так Вот Должно Быть Ладно Мы Простим Наш Царь Милостивый Ну Простим За Ошибку С Японией Очевидно Что Что-то Пошло Не так Это Все Виноват Создатель Мода На самом деле Очевидно Индия Была Вступить К нам Мы В принципе Ей Помогли У нас Там Правительство Туда Сюда Закончилось Как И Срочно Нам Это Нужно Сделать Чтобы Забрать Все Галифакс А то Здесь Дивизию Крепились Солидно Так Но Мы Спокойно Все Забрали Отлично Теперь Вся эта Армия Едет Вот Сюда И Будет Насить Невероятный Тузовой Удар По Канаде Представляете У страны Целых Два Туза Сразу И По Обоим Мы Наносим Удар Прекрасно И Вот Зажимаем С двух Сторон Она До Эти Ких Путей Отступления Здесь Семья Королевская Никуда Не сбежит Они Там Любят По Ивентам Забегать Потому Что Ну А Некуда Некуда На самом деле И Таким Образом Что Закончим Войну Да Мы Закончим Войну И Наконец Немножко Побудем В мире И Конечно Мы Должны Будем Покончить С Коминтерном С Интернационалом Местным Потому Что Кроме Нас Я чувствую Уже Никто Этого И Не Сможет Сделать Здесь Бесконечно Происходят Битвы Но Паука От Них Нету Как Тут Какие-то Мирные Договора Король Альберт Бежал В Крест Канада А Южная Африка Ну Это Им Как говорится Удача Потому Что В общем То Интернационал Пал Но У нас Не Так Забрать А дальше Посмотрим И Замерились Мы На самом Деле Отвратительно Потому Что Американский Союз Получился Сколько Того Скоро Хотя Он По факту Не Участвовал Я думаю Стоит Здесь Немножко Поправить После Ново Англии Будет Конец И у Нас Мир За Все Это Время И Я Напоминаю Если Вы Друг Забыли Вся Эта Война И Ведется Из То Что Королевская Семья Сейчас В Южной Африке Так Рада Сказать Греческому Гамбиту Невероятно Вот Это Американского Союза Я Уже Согласен Отдать Потому Что Может С Новым Англией Где-то Воевали Скорее Всего Нет Просто Пришли Мы И Все Захватили Но Допустим И Новые Судьбы Надо Решать Что Ребята Пора Пора Британии Заниматься И Все Наши Приказы Вот Сюда Как-то Вот Так И Убираем Вот Подлода Почти Осталось Но Кстати Говоря И Следую Еще Новые Может Быть Мы Новыми Подлодками Что-то Поделаем Поэтому Сюда Наш Лоб Тоже Отправим Рейды Судьбы Канады Не Вылазит Судьба Канады Немножко Расстраивает Потому Что Ну Я бы Хотел Здесь Нормальную Марионетку Готовимся Давайте-ка Делаем КБ Господи А есть Что-то Что Будет Делаться Да Вот Кончался Борис Шапошников Только Что У меня Был Ивент Это Наш Фельдмаршал Он Убирает Я Не знал Что О том Что Он Может Умереть Это Заставляет Нас Сейчас Как-то Вдумать Кого Поставить Сюда Потому Что Внезапно Нам Нужен Штабист У нас Есть Такой Отлично Роздовский Получает Повышение А теперь Поздравляем Его У него есть Еще Перки У него Есть Еще Как раз Так Перки Но Не Так Много Давайте Тогда Сделаем Как-то Вот Так Наверное В Испании Наконец Закончилась Гражданка Очень Много Лет Я Сказал 45 Гот Уже Ну Ничего Мы Сейчас Закончим Войну С Интернационалом Здесь И у Нас Мир Во В Мир Будет Мы сюда Потихоньку Закидываем Винтовки Но Я бы Не начал Там Ничего Конкретного Прям Делать Особо Родения Проще Помощи Против Интернационала Да Меня тут Строит Видимо Они по Какому-то Решению Решили Атаковать В Сануариде У меня Внезапно Стоит Миллион Дивизий Вражеских Как-то Получилось Хороший Вопрос Тем Не Менее Ступаем На юг Италии И В принципе Я не постесняюсь Время На север Я думал Сначала Подождать Пока Здесь Закончат Все Но Видя Успехи Наступления Я Не вижу Смысла Особо Прям Чего-то И Сразу Я вижу Начинаются Какие-то Бои Наш Флот Здесь Как говорится Не просто Так Находится Должны Будем Сейчас Потихоньку Разбить Весь Флот Британии Здесь Добили Все На севере Они Почему-то Остановились Давайте Максимальную Агрессивность Я не хочу Видеть Остановок Здесь Мы Все Порешали Этот Генерал Может Переходить Вот Тоже Наступать Этот Генерал Торы Что Правильно Вот Сюда Тоже Наступать Немцы Тоже Начали Наступление Ну Конечно Мы Сейчас Так Давить Начали Небось Полармии Француз Теревели Ну Конечно Ж Со мной Заслуги Умы Хотя По счету Наверное Не так Да Можно Всех Призывать Почему бы Нет Здесь Много Ну и Как обычно Мы тут Занимаем Всю Францию Я чувствую Что Варскор У нас Да Ловато Чтобы Забрать Себе Ну Хотя Что-то Там Мы Заберем Урон Большой У нас Тут Ваши На территории Тоже Немало Вряд ли Это Будет Много Если Мы Уже Один Миллион Потерь За 23 Тысяч Всего Лишь Понесенных Даже Меньше Подождите За Десять Тысяч Одиннадцать Прекрасно Падение Парижа Русская Армия Наступает 20% Да Не так Много Мы Еще Британию Заберем Так что Будет Чуть Чуть Побольше На самом Деле И Немцы Не дают Нам Нормальных Плацдармов Для вторжения В Британию Ну ладно Мы Все Вторнемся И Кстати Говоря Опять Тонские Корабли Мы Перехватываем Там Уже Почти Ничего Не Осталось Смерть Николая Второго О нет Алексей Второй Становится Новым Царем Сам Царем России Взял Он Алексея Второго Стал Здравым Немножко Болезненным В общем То В общем Нормально В Куртезанах Там Что-то Было Но Это Мы В слухи Не верим И Не тормозим А Сразу Готовим Быстрее Дальше Думаю Потому Что Остается Лишь Британия До Полного Спокойствия И Полного Так Сказать Восстановления Нашей Империи После Этого Не останется Никто Кто Мог Бы Как-то На Нас Повлиять И Все Кто Так Сказать Нам Как-то Обидели Мы Германию Оставим Потому Что Ну Мы С ними Мир Сделали Астры Тоже Ну Ладно Так И Быть Уже Оставим В Америке Тут Гражданская Война Просто Даже Как-будто И не Собирается Заканчиваться Поэтому У нас Такое Положение В Америке Устроит Китая Потихоньку Мы Просто Выбрали Стороны Будем Потихоньку Поддерживать Не Отмешиваясь Особенно Напрямую Конечно же Опять От Своей Дивизии Из Уже Как вы Видите Тоже Я Вроде Не Уверен Передавалась И Вот Эти Территория И Наверное Американскую Союзу Я Может Передал Какие Это Вот Эти Территория Думаю Это Было Быть Честным Обеном Как-то Так Я Делал Границу Я Кстати На Эту Лошадочку Как Говорится И Поставил Так Что Наверное Здесь Океанские Штаты Через Социализм Здесь Тоже Как бы Очевидно Нет Те Кто Мы Хотим Чтобы Победил Так Что Вот Эти Ребята Они Так Не Не Супер Шизанутые Не Супер Агрессивные Те Ребята С которыми Как Можно Работать И Пока Я Готовил Высадку Немцы Взяли И Высадились До Меня Поклятые Немцы Вот Тут Блин Мой Ладно Попробуем Через Ирландию Здесь Вот Высадиться По Ощущению Британия Уже Закончилась Начинается Выстка Наши Танки Успешно Занимают Так В общем Туда Успешно Занимают Территорию Выстка Была Настоящая Такая Только Вот Здесь Произошло Смешно Окей И У нас Тут До Лондона В общем Так Лондон Кстати Нам Немцы Не дают Взять Или Дадут Ну-ка Пузовой Обход Лондон Падение Лондона Русскими Войсками Вот он Все еще Мы забираем Себе Эту Престижную Так сказать Заслугу Поводка Британия И идет Наконец Кибир Забираем Мы себе Смотрите Что Португалию Польшу Здесь На севере Все Италию Я думал Что-то От Франции От Британии Отобрать Ну Вообще Ладно Так и быть Я думаю Дадим Эту часть Немцам По флоту Нет смысла Ничего Брать У нас И так И в Польше Говорят И интегрируем Конечно же У нас И Всего Судьба У нас Вылазит А Канада Не Вылазит И Конечно Ну Как-то Как-то Неприятно Честно Говоря Ну Ладно В остальном Но Все Сработало И По договорам На Какие-то Наши Притязания Пузарились И Смогли Получить Я бы Только Границу Как-то Получше Сделал Да Но Уже Ладно Здесь Я Уже Видите Исправил Как На этом Все С вами был Довгейм Обязательно Подписывайтесь Если Вы Не Были Подписаны Лайки Комментарии Ребят Твич Дискорд Все Как Обычно До Скорых Встреч Пока